Быть на луну можно через дырку, поэтому провоняйтесь, умрёте, мы не виноваты. СВ не гарантия успеха вам. Три фака по трампунктам. Всем привет, это наш вложик. И мы с Валерой уже приехали на вокзал в Уфе. Зашли в наш поезд, и у нас купешечка на двоих. Малыш Леонидович отдыхает от свадьбы. Тут отдыхаю от свадьбы я. Мы взяли такие мороженки. В самом вокзале. Уже купили чаёчек, купили также сачок. У нас ещё апельсинка, все дела. Ещё нас один раз будут здесь кормить. Надо будет выбрать, что мы будем есть. Вегетарианский ужин есть. Опа, она, вегетарианский ужин. Холодная козка, горячее блюдо, десерт. Ну отлично, всё, живём, тусим. Сейчас мы с Валерой ляжем спать, потому что мы почти что не спали после свадьбы. И поэтому, ребята, сегодня у нас такой поездной вложик снова. Уфа, прощай. Как тебе Уфа, понравилось, Валер? Ну там вроде неплохой. Центр у них прям... Центр города, хороший, да. А больше мы нигде и не были. Больше ты нигде и не были, да. Поэтому сейчас мы будем кушать первый вкус, мороженое. Нового клубничного джема, плампир. И увидимся с вами, ребят, по поездам. Ну давай, обещай. Короче. Блин, вы извините меня за мой внешний вид, но в поезде нормально, красиво выглядит сложно. После свадьбы можно так выглядеть, вообще-то. Да, вот. В общем, мы ничего не ели с самого-самого утра. И заказали еду, которую нам, не знаю, часа, наверное, два-три готовили. Господи, неужели мы сейчас поедим? У меня уже от голода, желудок начинает съедать сам себя. И из-за голода еще и укачивает. И после вечеринки укачивает, да, с кого вы понимаете. И от голода еще фиговье становится. И вот так хотелось поесть, и наконец-то понесли. Давай, обзор делай. У меня тут супчик, он, по-моему, грибной и с лапшой. Здесь овощи, такие, типа, запеченные. И овощная, типа, нарезочка. Вот. А у Валеры что? У меня булки с джемом есть. А у Валеры что? Суп куриный. Это, я не знаю, что. Там картоха жареная с чем-то. В общем, наконец-то мы поедим. О, перец и сыр. С сырком, перчик. И все это стоит? Ну, за один сет, да. Сот с чем-то даже. Да, конечно, вижу, вижу, но... Что поделать, ребята? Вот ауха. Пыдная. Красивая. За окном поля. Да. Давай рассказывай, зачем тебе макияж в поезде? Что он накрасится? Я думала, что очень страшно. Так никто же тебя не видит даже. Ты видишь, проводники видят, люди, которые едут, видят. Для меня и не накрашены, все хорошо. Ну и, во-первых, для себя, это в первую очередь. Нам еще долго ковать-то там. Ковать что долго-то, но я сейчас закреплю. С прыжком. Чтобы ничего не поехало. И едем до Владимира. До Москвы. До Владимира еще потом пересадку. Да, точно. Жесть. Просто представляете, поезд не прямой. Еще из Москвы до Владимира. А из Уфы нет прямого поезда до Владимира. Почему так дупо? Потому что каким-то другим путем едет. Скоро у нас уже будет второй прием пищи. Все, я сделала макияж. Ребята, в общем, едем дальше. Но скоро должен быть второй прием пищи. А если бы мы не заказывали за деньги, вот этот, который нам приносили обед, то это бы был только первый прием пищи. Представляете? То есть, вот вообще очень долго без еды. Заколол челку вот так вот. И корни у меня просто ужасные. Приеду домой, надо просто быстрее, быстрее, быстрее краситься. Вот, Валера пошла там что-то узнавать насчет, есть ли какие-нибудь сэндвичи. Да? Вообще, появленные влоги. Это хорошо. Наташа обжор. Валера пошел у проводницы узнавать, есть ли в вагоне купе какие-нибудь сэндвичи. Вообще, мы тут нормально разместились. Я вам скажу, такие открыватки. Поставил нот, чаечек выпиваем периодически. Вот, у нас еда, все дела. Можно даже телек посмотреть. Но сказали, надо какой-то диск попросить, чтобы тебе этот диск туда засунули. И ты мог лежать смотреть телек. Но мы вроде как бы не хотим. Вроде все ок. Представляете, сейчас была у нас остановка. И на градуснике, вроде Валера где-то посмотрела, было 40 градусов. На солнце. О, какая-то, какая-то речушка. Или озеро. Озеро, по-моему. Проезжаем. Ладненько, я сажусь, короче, делать влог. И пошло дело. Ну, стремно тебе через такие большие воды пробираться. Вообще жесть. Чуть за река. Я не знаю, у меня карты не грузит. Какая-то большая-большая пробирка. И мост прям длиннющий. Это ошибается, что вагон в воду падет. Это предположил Валера. Теперь мне реально стало страшно. Я на самом деле вообще об этом не думала. Лежу, в ложек ничего делать. Ну, вон уже почти бережок оказался. Спаси, Настя, Спаси, Настя, Спаси. Очень длинный мост. Капец, да? Да. Спасибо. Суша. Ура. Как будто на сушу нельзя отдохнуть. По-другому. Начали потихоньку ужин приносить. Щи и индейка с картохой. А Наташа то же самое, что днем. Расскажи вам. Расскажи вам секрет. Про вот такую дорожную булочку. И второе блюдо, Наташа, то же самое. Я думала, что что-то новое. Походу придется дольше заваривать. Короче, мы хотели вам рассказать секрет про булочку дорожную. Вот такую. Называется народный хлеб ООО. Еманжелисский хлеб. Здесь состав. Я, конечно, не знаю, я не разбираюсь. Но мне кажется, что для обычной булки. Слишком химозно. Слишком химозно. Смотрите. Первый, это мука пшеничная. Хлеб пекарная. Второго сорта. Вода питьевая. Солодовый экстракт. Жидкий. Ячменный солод. Вода улучшитель. Вот мне вот это интересно. Что? Да, улучшитель какой-то. Эмульгаторы. Мона и диглицериды жирных кислот. Е441. Е441. Ой, Е471. Стиараил, 2-локтитат, натрия. Е481. Хрень, булочка. Сарбиновая кислота Е300. Это уже, заметьте, уже третий Е в булке идет. Ферменты, альфа-амилаза, ксиланаза, дрожжи, хлебопекарные, прессованные, соль поваренная, пищевая, все. Чипсы, мне кажется, полезнее. Короче, это изготавливают город Азбест, судя по всему. А, нет, это юридический адрес. А изготовлено по заказу ООО Куделька. Челябинская область. Еманжелинск. Офигеть, у вас в Еманжелинске ешные булочки. Я сегодня не читал это, я уже две спорол. Не, я говорю, может быть оно так на самом деле надо, но мне казалось, что состав должен быть короткий, ну, типа у батона, там у хлеба. Тут просто жесть. Чтоб дольше хранилось, может, не знаю. Видимо. Но, там что-то написано, несет ответственность. Не несет ответственность, как вы храните, да, нашу булочку. Поэтому травоняйтесь, умрете, мы не минуем. Наташа уже узрела внизу стыковки какие-то. Ладно. Короче, смотрите, вот я сейчас ела, это называется ветерянский ужин. Холодная закуска, салат из свежих овощей. Что туда включено? Помидорки черри. Черри. Огурец, окей, есть. Ну, огурец, да. Огурец болгарский, есть. Оливки, масло оливковое. Пум, пум, два пункта. И помидорки черри, пум. Три фака по трампункту. Дальше. Горячие блюда. У меня были овощи-грилы, слушайте. Баклажан, цукини, помидоры, болгарский перец и шампиньоны. У меня были только помидоры, болгарский перец и картошка. А где баклажаны, цукини и шампиньоны? А это просто они блюда с обеда принесли. А где баклажан, цукини и шампиньоны? Интересно. А еще нам должны что-то принести. Там еще есть. Посмотри-ка. Что? Там десерт должен быть. Вот булочки ржаные, вот эти съешковые. Стоп. Освежающие конфеты. Стоп. Нет, вон написано, видишь, фруктово-ягодная тарелка, где она? Надеюсь, принесут. Да, 200 грамм. Ну, они не написали, что в ней должно быть. Поэтому тут не продерешься. Офигительно просто. Ни шампиньонов, ни баклажанов. Я шампиньоны с баклажанами обожаю просто. Сейчас дождик будем заваривать. Придется. Нам принесли соки. Мы снова бубним. Вроде, нет, вроде какие модные прям сачки-то, да? Да, риоба. Это же хороший сок. Скажи, крышку. Как вообще это произошло? Как будто на пилингом спили, да? Как будто, да, отпилили на пилингом. И там дырка есть. Но это ладно, полбеды. Короче, мы просмотрелись, а там дырка насквозь. То есть, как будто просто ссали, здесь дырочка насквозь. Как мы это проверили, я смотрю вот так туда, и там от этой дырки поднимаются по соку пузыри. То есть, это уже не герметично? Это не герметично, нет. Не очень герметично. Прямо так. О, там прям вдоль стены идут пузырьки, от этой дырки по соку. Мне кажется, вот это не стоит пить. У этого тоже стесанное, но... Дай проверю, наверное, на пузыри. Это какая-то заговор какой-то. Против нас. Тоже идет? Да? Да. Класс. А может, это идет не через дырочку? Нет, здесь дырку видно прямо на просвет. Может, даже не через пузырь. Вон она. Ее видно, да. Здесь вроде не видно дырку. Да, блин, фокус никак не ловит. Короче, ребят, что-что-что я вам хочу сказать. СВ не гарантия успеха вам. Что все будет хорошо. Ну, чай хоть, ну че. Еще мы ждем фруктовую тарелку. Давай ставим... На что ставим, что там будет? Мне кажется, яблоки, бананы. Яблоко и апельсин. Яблоко и бананы я ставлю. А это яблоко и апельсин. Да. Но яблоко в любом случае. Яблоко. Самый дешевый. Конечно. Яблоко будет, да. Я книжечку читаю. За окном уже темнеть начинает. Мы вам хотим доказать, что мы не просто так наговариваем. Действительно, посмотреть на эту крышку. И посмотрим на нее на улицу. Через нее. Вот и все. Как он вообще не пролился, мне интересно. Она же вот носит эти соки. Вот так. Ну. Классно, да? Ну вот этот пшикнул. Вот этот герметичный был. Он был норм. А этот просто отвернулся. Так ничего не было. А что ты тут хотел? Тут вон. Выть на луну можно через дырку. Отличный сок. Мне все-таки интересно, как так сточилось. Куда он попал, да? Поездом как переехал. Наверное. Что? Я оказался ближе всего к истине. Апельсин, яблоко, а еще и груша. Груша. Прибавилось. Какая-то ничья. Нет, ты меньше ингредиентов назвала. Что же вкусим? Дары и свэш. Апельсин-то у нас вообще вон там валялся еще. Ну что, кайфуешь? Кайфую от жизни такой. Чай в подстаканник. Что, кстати, не купили? Сейчас нам предлагали очень много товаров. Наташа чуть не позорилась на косметику РЖД. Там всякие бальзамчики предлагали. И она уже хотела такая купить и сделать обзор на бьюти-канале. Давай придумаем. Придумаем. Хочу косметикой РЖД. Было бы видео, она здесь в канале. Косметикой РЖД. Вообще-то мы купили открытку. Ну, открытка это открытка. Она, ну как это называется? Помогает детям. Ну, если, конечно, они деньги отдают туда. Да. Так, с первой истории, сделанной в этом поезде, прошло 23 часа. А мы все еще едем. Короче, сейчас уже утро ранее. Около шесть, ну, почти что шесть утра в Москве. Мы приближаемся к Москве наконец-то. Естественно, снова мы взяли чаек. Чаек. Как же без чаечка. Сейчас мы, когда выйдем, сразу нырнем в метро. Одну станут нам проехать до Курской. Или пойти ехать. Ну, так нам ехать всего полтора часа уже. Странно. На быстрой электричке до Владимира. Я уже переоделась. Все, нормально выгляжу. Московские деревеньки появляются за окном. Как тебе эта поездка? У меня такое ощущение, как вот прошла вся наша жизнь, пока мы едем. Долго. Берсик уже в Нью-Йорке давным-давно, а мы все еще едем. Долго играть нечего. Люди в Нью-Йорке уже тусуются, а мы все еще из Уфы. В следующий раз нужно в Владивосток станете. Шесть дней там. Шесть дней до Владивостока и двадцать рябочков на одну морду. Так? Двадцать тысяч стоят в один конец. Так, мы наступаем. Но за то есть Владивосток и сможем сразу в Токио. Там рядышком Валера горит. Прямо. Ближе, чем от нас. Ну, можем оттуда сразу рвануть в Японию. Japanese girl, let me stand. Ну вот, ладно, ребят, мы будем, в общем, пить чаек. И, скорее всего, увидимся с вами уже у Владимира. Отключаюсь сейчас. Ну вот мы и дома, в любимом Владимире. И так как мы не успели ничего еще пока что купить, домой поесть, мы сделали заказ из автосуши. У меня такая гречневая лапша здесь с креветками, ананасом и соусом чили. Валера рис с курицей. А еще вот здесь, кажется, креветочки такие, типа в кисло-сладком тоже ком-то соусе. И также у Валеры супец. Все, сейчас садимся есть. И я буду писать маме или Ларе, может быть, меня сегодня кто-нибудь из них сможет покрасить. Заодно поеду к родителям забирать Гретту. А у меня тут покрасочка началась, понимаете ли, ребятки. Осветлила я, короче, сама себе уже корни. Вот сейчас наношу до середины длины, буду прочесывать. Короче, да. У меня такой лавандовый цвет. Покажусь вам потом, когда все будет закончено. Но это еще не скоро, потому что это антоцианина. С ним никогда ничего не бывает быстро. Итак, я такая вот нежно-нежно-фиолетовая, но почему-то при этом освещении я кажусь намного ярче. При дневном я такая достаточно бледненькая. Тут как будто такой достаточно яркий фиолетовый цвет. Он на самом деле лавандовый, но очень-очень нежный. Вообще маднецкая. Маднецкая? Да. Едем сейчас, в общем, забирать Гретту моим родителям. Вызвал Валеру уже такси. Папа хочет заказать роллы, кажется, к нашему приезду. Сейчас посмотрим, что там, в общем, будет. Поехали с нами. Итак, мы уже почти на местности. Сейчас будет проверка Гретты. Да, я зайду и не скажу ей ни слова. Просто встану и буду на нее смотреть. Посмотрим, как она отреагирует, если я прям тихо буду стоять. Там, кстати, Лара у водителя, поэтому... Мне кажется, она сейчас там избалована вниманием. Ну, если она не узнает Наташу, значит, это верный признак. Чего? Что? Что-то у пса другой хозяин какой-то. Она моих родителей обожает. Папу особенно. Это просто жесть. Она кипятком ссыться по папе. Ладно, пойдемте. Чего-то как-то хило. Грета, Грета, а ты чего? Грета? Грета? Да, походу, хозяева у нее все-таки другие. Грета, что ты не узнаешь, да, походу, никого? Ты что, не признала, что ли? Пес. А, пес. Привет. Привет. Ох, граю. Ох, граю. Читает, 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 оград. Грета, граю. И, по идее, на плитках нельзя. Ну да. Приветствую, Хила. Хиленька. Хили. Хиленька. Хиленька. Хиленька.